мы были в магазине и тут рядом дома где там поближе сэйфэй это такой знаете вы здесь никогда не были далеко от нашего дома но близко к того месту откуда мы поехали и здесь знаете красиво вот когда новое здание тут вся плаза новая когда новое здание когда по современному стандарту и так вот все светку меня хотела тортик присмотреть давайте мы тоже присмотрим света я не вижу надо сказать что почему-то все вот эти вот сэйфвеевские торты мы конечно не знали поначалу когда-то приехали и смотришь думаешь думаешь во вкуснотища да а потом раз кусочек съел два кусочек съел и все друзья на всю жизнь отбивает всякое желание но со временем начинаешь понимать где купить и это даже не в целом ты берешь в принципиальном плане а просто до места знать когда вы жили в сан-франциско мы там нашли китайскую бейкере но просто нечто просто нечто вот каждый кусочек шел как себе домой эти со свистом ну надо знать места а здесь ну сейчас правда вот что сейчас есть русские магазины и можно туда пойти там очень очень приличные торты то что надо в нашем вкусе все такое но не не обязательно есть другие есть французские есть итальянские какие почки вот в таком современном магазине есть что-то от казино знаете в том смысле что вот отдаешь деньги а настроение хорошее все равно праздник единственно что в казино хоть хорошее вино очень симпатично рекомендую единственно что в казино ты просто деньги отдал и все не ну как-то может удовольствие получил вот это что это тоже очень хорошо а здесь ты заодно еще и купил что-то полезное вот того же венца может быть взял так тут какие-то более крепкие напитки я друзья только показываю крепкие напитки я сам-то их не пью вот некоторые думают что там дядь миш алкоголик какой нет что вы я как из той песни где бьют евреи пол-литровку на 14 персон вот я такой да и смотри смотри ой 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 все делают друзья чтобы у человека вызвать приятные эмоции а я уже показывал вот эту смирнов водку свернов за вот она здесь стоит 19 долларов говорят сэконом 4 бакс вот она такая на мексиканский манер видеть с какими-то страшными рожами тут у них есть там праздник какой-то вот в этом стиле а это уже просто столичная как слеза так а это что друзья какая-то новая водка виталий называется или виталий так у меня кофе в руках я сейчас я должен чтобы бутылочку вам показать премиум водка с натуральными там какими-то делаем с орлом виталии неужели под русскую косят я вот каждый раз когда вижу эту ногу я думаю кто в состоянии такое ну употребить ну то есть это же это же она здоровенная ее надо порезать это сколько народу должно прийти может свой ресторан под такую ногу открыть даже это крупные такие предметы вы можете здесь когда в магазине вы можете просто попросить вам нарежут совершенно не обязательно брать целиком такого нет а вот маленький пожалуйста колбаски бери колбаски маленький кушай на здоровье я например вот когда мне такая колбаска попадает дома мёкнуть не успеешь нет колбаски почему так уходит что приобрела светлана она взяла два пирожка а я кофе взял вот потом старбакс был я сходил она взяла два пирожка и из них мы сделаем потом пирожные картошки а там кстати вот возле этого кофешопа в смысле возле старбакса стоял мужичок такой ну настолько такого патриархального еврейского вида и мне еще говорит как поживаете как дела я думаю ну из наших и одно сомневаюсь я бы ты еврей что ли он говорит португалец ягод а что называется опорожие не скажешь ну тоже хороший человек черт вы не в претензии я люблю красоту вот как трамп когда-то перехваченным там разговоре говорил журналисту ягод меня привлекает красота я как вижу там бабу сразу ее хватаю за все места и она молчит поскольку я знаменитый я в отличие от трампа никого не хватаю стою за стеклом так если захочу купить и скушать куплю и скушаю а так в целом значит просто показываю вам красоту вы с вами сказали бы как вот в казино да представьте себе что мы гуляем в казино и тут у нас все красиво в этом казино но только не хватает полуголых девок которые бесплатно напитки приносит а ты им значит в лифчик в доллар свою вот собственно и вся разница никто не приносит в лифчик никому не сует но правда вот в кофешопе в старбаксе там коробочка такая в нее можно сунуть доллар очень прилично стоишь в коробочку а попадает она к работнику для этого совершенно не нужно в лифчик так это то есть можно все можно культурно друзья все абсолютно все можно культурно кроме того я думаю что если тебе уже разрешают в лифчик там засунуть такой же тогда десятку на даша в доллар сувать как-то даже и как это жлобство сувать в лифчик доллар доллар вот пластмассовую банку наш шопинг суббота продолжается вообще собирались санта-круз поехать учета не поехали и это тоже мы заехали какая-то относительно новая пласка очень приятно когда что-то новенькое и вот тут магазин называется гроши outlet там мы хотели посмотреть сыр и мексиканские в мелкой упаковке так вот когда здоровенные там полкило берешь или килограмм он потом носил мокренький сохнуть начинает не то все таки поехали туда зайдем может быть вот а что это розы розы с корнями так горшки а куда-то а света же тележки пошла горшки такие а это написано по 3 50 долларов средний за десятку поменьше да а вот апельсины апельсины а мы любим это самый этот бренд навал это по 10 фунтов до по 10 фунтов они ценники я не понял сейчас посмотрим вот мешок в мешке 10 фунтов и стоит она а вот вот ценник 6 долларов недорого я пытался совсем недорого за 10 фунтов 6 долларов просто за даром помидоры помидоры колерой премиум премиум но небольшие такие повелешь небольшие мешок 350 а в мешке вот вот написано сколько там мешке 32 унции да мы мешаем тележки проехать мы не будем мешать тележки мы пойдем другим путем ну-ка посмотри стоят тут продукты бах посредине вина жахту на каберне свиньи а может мы возьмем может такие каберне калифорния почем 7 долларов что-то как-то не не как-то и найти унизить на атака другое дело нет другом месте они дают вот другом месте 19 а тут за 7 одну одну возьмем плату цветка давай возьмем одну чтобы не говорили что мы каберне совиньон не уважаем мы очень-очень уважаем каберне совиньон именно каберне совиньон хотя вот врач тут мы беседовали она сказала чем каберне там вообще чем красные вина выпить и лучше водки сказала она водка если не злоупотреблять не может человеку повредить 2 одну ну я не знаю я не могу водку столовыми ложками сейчас это как-то унизить это унизить малина так она якобы значит 6 долларов а тут 350 ну здесь все такое 10 ценники такие говорят вот тебе одна цена а у нас тут дешевле вот тут говорят черешня значит 7 долларов повсюду 8 ну надо сказать что небольшая экономика так очочки даже не знаю друзья хочется ли мне каких-то очочков таких нет а вот свет осмотрит мой это сырочки и колбаски это не тяните но во всяком случае это можно взять и съесть ну если например больше съесть нечего или обстоятельства такие я не там и никогда в жизни такого не покупали и не съедали вот в таких упаковках знаете вот как будто ты в самолет садишься да здесь как и всегда в грошири аутлет хорошие скидки на вина но винный отдел вот я на него смотрю но наверно раза в три меньше чем вот четыре чем там куда мы обычно ходим мы не то что на специально ходим потому что там именно вин много нет но просто там куда мы и так ходим с винами намного намного лучше стелла роса очень хорошая штука я я очень уважаю так что тут еще это белые а вот у нас я я в основном каберна с и винди он честно но это и я себя не ограничу я могу расширить так сказать круг так вот каберна с в виде как но он тоже его уценили но только вдвое вообще хочу сказать что в принципе любое вино так от двадцатки и выше вы не ошибетесь если нормальная цена она будет уже приличного не будет плохим но здесь ведь как получается 15 долларов здесь с 20 10 здесь 14 7 но это уже зенфандел зенфандел вообще тоже очень хорошие так я смотрю на что-то знаете скримин бань вот например вот аргентинская значит за тридцатку а берут 7 это уже интеллигентный разговор это уже можно сказать что есть о чем поговорить так просеку ну тут маленькая скидка очень едно просеку и так не недорогая вещь так ну-ка с 20 долларов на 10 с 14 на 5 с 22 на 8 шардоне прямо так шардоне так со спиной у меня за спиной у меня крепкая крепенькая ой господи тут вот странная штука на это без на коньяк парк коньяк парк а это что а это какой-то grand champagne я понял есть такое да это шампанское такое называется так с виду может подумать что коньяк а это шампанское так 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 всякие шипучки да вот по раз просек там 9 долларов а так вот может там и 18 здесь 9 ладно по какого принципу они их собирают на одну полку я никак не могу понять наверно просто у них там какие то есть идеи не просто так значит я так вот по ценнику смотрю хороший дел когда допустим стоит сороковник отдаются десятку а то и меньше то есть если уже берешь то как бы вот пожалуйста 42 доллара отдают за 7 я не буду брать уже у меня есть парочка у меня есть таких пара бутылочек есть ну или ты уже знаешь какой-то бренд ты его конкретно знаешь и ешь о вот сейчас мы его возьмем а я на самом деле люблю пробовать то чего раньше не пробовал так тоже интересно 20 долларов за восемь что это каберне савиньон энтони костер никогда даже не слышал такого как-то я сомневаюсь так может показаться что я не последователем но по-своему я очень последний но только посмотрим так 17 долларов за десятку конфетки ну и только если пойти куда-то мы сами ты не съедим так шоколад за спиной меня так идем я на самом деле вот так вот это там смотрю я так и этикетки смотрю но и ценники так кстати вот это неплохое вино вот она там за 6 долларов отдают так 22 она неплохой я пробовал очень-очень нормально так малый бег что там с мальбеком то вот и мать честная смотрите 65 долларов они его за десятку ну что делать но невозможно же не взять но придется взять бутылку вата уговорили так американцы друзья в моем лице и не только в моем любят дилы не все есть американцы которые не обязательно любят делать так такое у меня есть кое-что у нас есть портвейн мы не будем так идем дальше мерлот мальбек а тоже видите он 90 90 очков это это очень приличное вино и там за копейки на самом деле так что друзья даже если вы не пьете ничего вы все равно как бы оказывается ситуации когда невозможно не взять потому что вы любите дилы вот такая у вас тяжелая у вас у нас у всех трудная судьбин уж к так пойду смотреть у меня светло носит она куда-то пропала пойду ее искать обычно я вам много раз рассказывал про магазины такие но обычно здесь в пол цены шоколад если есть если есть он может и не быть плитки шоколадная вот если мы увидим шоколадные плитки то они будут ровно в пол цены а так вообще ну как бы все и все дешевле все на свете от хлеб я думаю ну чё хлеб но есть люди наверное сюда за хлебом тоже приходит или между делом зашел зачем-то взял хлеб а вот специи мы сегодня были в ресторан дипа и там эти специи были мешками большими а здесь вот по чуть-чуть маленькие соки знать мы когда только приехали вот такие галлоновые бутылки это внизу желтые стоят но это апельсиновый сок а там ну сок может быть стоил подороже там там три доллара а были какие-то знаете дринки напитки там доллар такой галлон за доллар и мы даже как-то купили а потом там из него приснулась на стол мы потом так и не смогли открыть там красное пятно которые после этого образовалась и мы поняли что если это пить то у нас потом кишки наш никто не отмоет так они вот и будут в этом во всем ладно мы отправляемся ну мы смотрим по сторонам я обычно в таком месте беру воду для офиса в смысле чтобы заливать в чайник у меня там чайник есть кипятильник мы можем по дороге отсюда заехать мой офис и забросить да вот сыр и цвета ты хотела вот это сыр и но они не такие маленькие да ну хотя да обычно они вдвое толще вот когда день в косткой они вдвое толще большего диаметра а вот такие сыры мы как к относимся светлана демократично говорит смотри сам так ну ко мне вот это нравится надо попробовать как ты хочешь давай тоже мексиканский мексиканская молочка друзья это неплохо это неплохо и и даже в соединенных штатах маркетируют как канадскую иногда тут канадской больше доверия ну давай возьмем бритву давай по чуть-чуть я не буду сразу все я не на ноты испортится раньше чем друзья вот вот так вот много лет светлана меня знает она знает меня и вот эти вот так все вот так все вот так ладно идем я не жалуюсь людям я не жалуюсь я рад потому что есть другое мнение second opinion вы часто со светланой друзья вступаем в дискуссии то есть она говорит что-то я слушаю да дискуссии плодотворные потому что ну сами понимаете главное слушать а то возникнет какая какой-то спор неуместный так сериал вот вода что пишут про эту воду так она 249 а здесь доллар 49 честно сказать я никогда эту не агару нигде не встречал раньше вот как-то вот этот кристалл гейзер он всюду вот этот он всюду они агара как это странный петь не агару да может кристалл что-то вот эти задавая все друзья вот с ручками берем с ручкой кристалл она сама по себе она без ручки и сама по себе больше нету как 10 а это 10 роду я они нас хотели 10 ровной подой напоить не 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 берем не берем кристалл гейзер берем без ручки хоть без ручки друзья зато не 10 ровная да я чувствую что это не то как чувствовал а света посмотрела да ну ладно идем я думаю что если один нашелся кристалл гейзер наверное еще найдется это же мороженое для мороженое хорошо мороженое да вкусно мороженое нет но зайчик ты пойми правильно я же переживаю вместе со зрителями я же не не один переживаю ну вот друзья вот как вот как заниматься творчеством в таких условиях так ну я не знаю хочется ли мне тут ходить здесь какие-то ага может быть может быть сюда не туда химикаты это даже пахнет этим стиральным каким-то порошком химик химик бытовой пахнет посуду мыть салфеточки полотенчики и срочно мы оттуда выходим попадаем вот сюда какие-то овощи фрукты который нам тоже особо не нужны на самом деле вот лично мне спросите меня я хочу воду найти все таки должна же быть вода так что же нельзя пойду быстренько пробегусь вот друзья нашел я воду значит так она 2 19 мне отлично отдают по доллар 19 и поставили они-то за кассой то есть чтобы это взять надо пройти через кассу а также в торговом зале нету знаете баня через дорогу раздевалка вот по такому принципу так друзья нужен ваш совет какие цветочки взять вот просто чтобы взять не дарить просто в домик поставить света к этому цвет необычные это не очень но вот эти нежные очень вот эти как-то они немножко подряд подряд и давай вот такие красные она красная давай берем берем трассе или вот эти взять лучшего или нет и немножко подряд самолет летит мотор работает а мой миленький сидит картошку лопает тут наверно есть обычно таких местах дают пакетики чтобы воткнуть и чтобы не капало кокосовая вода а вот эти самые бутыляки то вот они ведь находятся за спиной у кассироват там кассы так это в бутылочках всюду 7 долларов а у нас 4 это не так тут какие-то тоже напитки напитки я вообще не понимаю как и как с точки зрения они должны попасть на кассу да я вот доктор пепперу любил сайте очень из всех этих вот ненавитых напитков мой любимый был доктор пеппер лёд друзья лёд это нужно это очень нужно особо когда на партии куда-нибудь идешь так ты смотри-ка смирнов это шо здесь вернулась после водочка нет а из криспс citrus я даже не понял что это наверно водочка все так пивко холодненькая от души с чувством с толком я думаю может взять для дома сейчас я обычно если беру пиво то какой нибудь я чешская беру да хотя безусловно и стела хороша так так ну сейчас подумаем что тут такое есть и хайники на замечательно так то это да 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 так внимательно рассмотрев возможности я склоняюсь к чему даже не знаю я не буду пока брать его наш кость окажется влюбился шептали грузчики в порту нет друзья я как был влюбленный тетю цвету так и остаюсь цветочки значит мы сейчас эксперимент будем производить смысл эксперимента расскажите цвета расскажи мы разделим розы на две части так обе части мы засыпаем то питание как там лежит так одну часть мы поставим в одной вазе мы поставим специальную пластину которая усиливает которая усиливает а вторую часть поставим рядом на без пластины такую же точно воду такую же точно воду с таким же точно питание и посмотрим будем посматривать друзья и вам все расскажу ну и засим вы уже больше не шуткаем сегодня друзья ваши блогеры передвижники заканчивают свой субботний шопинг вот и двигаются домой